Привет, с вами Вилско. В 2016 году Apple выпустила первое поколение AirPods и нахрен изменила весь рынок портативных наушников. Его по сути не существовало тогда, были беспроводные, но это все было не то. Ты потерял наушник, ты потерял наушник, ты потерял наушник, ты потерял наушник. В 2019 году Apple выпустила AirPods Pro. Страшно представить, эти наушники уже четвертый год на рынке без обновления. И они в очередной раз перетряхнули рынок, потому что активный шумодав стал вообще мейнстримом. Недавно выпустили AirPods третьего поколения, на мой взгляд неудачные, потому что они слишком долго ехали до рынка. Ну и собственно разница между ними не такая большая. 179 долларов, 249 долларов. Сколько бабла я потратил на AirPods, страшно сказать, потому что я их постоянно теряю, забываю. И конечно же они отличный подарок, поэтому всем вокруг надо что-то заслать. В общем тысячи и тысячи баксов я потратил на AirPods и разных версий. Более того, еще тысячи долларов мы потратили на разные другие наушники, потому что их делает Баурсен Уилкенс, Базье, Бенкен Долсон, Зинхайзер, Луи Виттон мы делали. Помните обзор? И прочий, прочий, прочий. Их на самом деле десятки, сотни и все они разные. И все они стоят плюс-минус 300 баксов. И объединяет их всех одно. Они как правило нарядно выглядят, дороже, прикольнее и так далее. Но пользоваться ими что-то не хочется, потому что они нифига не такие удобные, как AirPods Pro. При этом, еще раз, 4 года этой модели уже невозможно их покупать в очередной раз. И на помощь нам приходят ребята из Бэнк и Долсон. Зашлите мне, это не то. Это версия EQ, и вот о чем я вам говорил. Я не знаю на каких гуманоидах они тестировали эти наушники, но, во-первых, они выглядят странно, то есть они прям огромные. Во-вторых, их невозможно адекватно в ухо засунуть, чтобы они там не смотрелись по-дебильному. Они выпадают, хотя вроде это затычка, тут ничего такого. Но, в общем, вот это все было какое-то, ну, не такое какое-то, понимаешь? Кейс, вот смотри, вот он, вот, видишь, он не примагничивается. Ну, какого черта он не примагничивается? Хотя, форм-фактор, понятное дело, True Wireless, активный шумодав, звук Бэнк и Долсон, понятное дело. И вот компания взяла и исправила этот косяк. И, более того, вам скажу, наушники, которые прилетают ко мне сейчас, это одни из немногих, которые захотелось протестировать. Зашлите, вот это другое дело. Эта версия называется EX, и в названии указано AirPods от Бэнк и Долсон не просто так, потому что они вроде бы похожи. Они и по форме выглядят, собственно, как AirPods, но и, собственно, должны быть такими же классными. Один минус сходу. 400 баксов на официальном сайте, и в наличии их нихрена нету. Поехали. Ну что ж, предлагаю их сразу вскрыть, вообще не теряя времени, потому что дико интересно, как это выглядит. Исправили ли они действительно все эти минусы, о которых я только что говорил. Должны, по идее, да. Во-первых, кейс. Холодный такой металлический, никакого типа пластика вот этого мерзкого. Во-вторых, смотри. Ать, понимаешь, вот он примагничивается. Никакого тут исправили. Вот этот характерный, понимаешь, уважаемый, вот четкий, понимаешь, четкий. Сравни. Ну что это такое? Ну что это? И вот, смотри. А? А, прям. Прям хочется... Вы скажете, с ума сошел. Но ведь действительно. Вот даже такие мелочи сразу сходу играют очень важную роль во всем этом процессе. А еще немаловажную роль во всей этой радости играет BigGeek.ru. Магазин, который всегда вам поможет. Нам, например, абсолютно в лучшем виде организовал эти наушники. Без них мы бы не справились. Поэтому, если вам нужна техника Apple, любые другие гаджеты, обращайтесь к ним. Сделают в лучшем виде. Параллельный импорт по красоте. Ссылка в описании. Собственно, если мы взглянем на коробку, мы увидим, что основными фишками этих наушников является активный шумодав. IP57 влагозащита. И время работы до 20 часов. Давайте посмотрим, что у нас еще вообще у комплекте есть. Я думаю, что здесь нас сложно чем-либо удивить. Это зарядный кабель. И мы сразу с вами видим, что нас немножко обламывает тот факт, что у нас USB старый на USB-C. Уже хочется современные кабели USB-C, USB-C. Уже как я буду от своего MacBook это все заряжать непонятно. Во-вторых, у нас с вами вот такие вот совершенно разных размеров затычки. Причем версия XS, я даже не знаю, что это за ухо такое. Это вообще человеческое ухо, нет? Это вот куда такие маленькие резиночки. И это хорошо. Причем есть еще версия Comfy. И это, видите, не просто штука. А тут указано TM. А когда ты видишь TM, ты понимаешь, что это не просто так. Это такая пенка приколдесная, которую ты надеваешь. И она принимает форму твоего уха, чтобы максимально комфортно в нем располагаться. Раз. И чтобы вы получали наибольшее удовольствие от прослушивания музыки. Два. По умолчанию, как это, собственно, бывает, стоит некая средняя резинка, которая большинству людей подойдет. Но, если что, вы можете ее поменять. Причем обратите внимание, что она синего цвета, что весьма странно, на мой взгляд, потому что дизайн специфический. Было бы приколдеснить, если бы она была черная. Но ребята из Bank & Dawson так видят. Ну и, собственно, давайте сразу обратим внимание, что логотип компании вот тут вот заклеен вот такой вот фигнюшкой. Причем они, конечно, суперзеркальные. Я думаю, будут ляпаться в секунду. Но пока чистые, выглядят сочно. Стикер, на котором QR-кодами, собственно, указаны все приложения. Причем для App Store и App Gallery и Baidu и Google Play. Quick Start Guide, рассказывающий как чего. И всемирная гарантия. Вот и все. Вот эти штуки хочется сразу применить, потому что, вы знаете, с их помощью можно в том числе улучшить даже AirPods Pro. Значит, это действительно крутая пена. Ее можно отдельно заказать в специализированных магазинах разных, соответственно, размеров также. И, вы знаете, качество музыки врастает в разы. Хотя, казалось бы, я думаю, что даже есть смысл про это отдельный видос запилить. Как улучшить собственные AirPods за 3 копейки. Они действительно недорого стоят. Прежде чем мы включим эти наушники, хочу рассказать вам Cool Story. Когда выходил iPhone 5S, а напоминаю, это 2014 год, я был, собственно, в Лондоне. И в Apple Store стоял в очереди, покупал 5S, 5C. И тогда я пошел и купил себе крутейшие проводные наушники. И были это Bauer St. Wilkins, уж не помню, как назывались. И я их очень хотел, купил. И не то чтобы разочаровался, но у них был очень странный дизайн. Они были массивными, хреново держались в ушах. Я с ними день походил и такой, я же в Европе, это же Apple Store. Пошел и сдал их назад. И это произошло быстро, ловко и красиво. Ну и поскольку без наушников нельзя, я взял Bioplay H3. Они выглядели вообще невзрачно. На фоне Bauer St. Wilkins это были просто проводные затычки. Я такой, ну окей. Воткнул и охерел. Я, честно говоря, так больше никогда не ощущал разницу в звучании. Я такой, да ну блин. И тогда я не то чтобы влюбился в бренд Bank & Dolson, но это было реально круто. И вообще, на самом деле, в иерархии Bank & Dolson как будто стоит чуть выше, чем Bauer St. Wilkins. У них и колонки всякие, и акустика подороже, и наушники подороже. И в машинах они как бы подороже стоят. То есть в Lamborghini каком-нибудь Bank & Dolson, в моей BMW M5 Bauer St. Wilkins я страдаю немножко. Поэтому, друзья мои, вот от этих наушников Bank & Dolson, я X, я ожидаю примерно такой же ушной оргазм. Потому что мне прям хочется заново изобрести для себя звучание, вот что-то такое. Собственно, мы с вами отмечаем, что здесь такое же магнитное крепление самих наушников, чтобы они у вас не выпали. В этом смысле все максимально адекватно. Bluetooth 5.2, современный, нарядный, активный шумодав, специальное приложение. Качаешь, настраиваешь, слушаешь. Что я сейчас и сделаю. Запускаю приложение, сразу он такой, ага, я нашел BioPlay EX подключиться. Я такой, of course, и происходит магия. Неких кнопок, кстати, нету. Мы выбираем аксессуар. И я так понимаю, что наушники подключились. Да, хочется в это верить. Да, произошла та самая магия спаривания. И наушники зарегистрированы с моей учеткой, с моим телефоном. Замечательно, устройство не найдено. Какого хрена? Только что же было найдено. Ладно, мы там что-то пропустили. Допустим, они подключились. Есть три цвета, если вы вдруг не знали. Золотые, на мой вкус, просто мерзотные. Серые, типа как вот эти. И черные, как сама жизнь. Да, в нашем случае серенькие, они как раз идут с вот этими цветными голубоватыми вставками зеркальными под логотипом. И вот это стиль. Поэтому мы нажимаем далее. Мы называем их BioPlay EX. Нас это устраивает. И, собственно, выполняется еще раз поиск. Настройство продолжится, когда устройство будет найдено. Ладно, давай попробуем их в уши вставить. Может быть, они такие, типа, а что ты не вставил? Кстати, заценим, насколько они удобно сидят. Знаете, удобно. Ядрить, колотить. С нашей пеной они сидят настолько удобно, что даже не нужен активный шумодав. И так уже ни хрена не слышно. Но они подключились. Я же вижу, что они подключились. Что ты меня обманываешь? Это, кстати, мой предыдущий iPhone 12 Pro Max. Потому что на бете вообще ничего не работало. Я такой, окей, берем стабильную версию и полетели. Происходят какие-то звуки, вы знаете. Да, смотри, самое смешное, что они определились в системе. Они подключились. А, и в приложении подключились. Да неужели? Ага, какая-то странная магия вне Хогвартса. Значит, у нас сейчас работает шумоподавление. Можем включить режим прозрачности. В приложении у нас показывается заряд левого наушника, правого, кейса. Это все понятно. Личные настройки, автоматическое шумоподавление. Ну, в общем, все как у всех. В этом смысле ничем нас здесь не удивили. Только, конечно, по старой доброй традиции, Бэнк и Долсон прям настроить нужно обладать, так сказать, энтузиазмом. Потому что у них исторически все идет через жопу. Я не знаю, кто там у них программист. Но я передаю тебе, дядь, привет. Потому что нельзя... Каждый раз, когда мы подключаем любой продукт Бэнк и Долсон, там что-нибудь отваливается, обновляется, еще раз отваливается. То есть ты должен страдать. Но потом ты заходишь в Apple Music, а она у тебя не оплачена. Потому что подключена американская учетка, я качал Диабл. Ладно. Ты заходишь в Яндекс.Музыку. Поехали. Моя волна. Шейки Тов. Окей, ладно. Что за пи***ц? Это ужасно. У меня есть чувство, что вопрос к пенке. И возможно, я как-то ее неправильно прикрутил. Или я хз, что происходит. Но звук как будто идет, знаете, из преисподней прямо. Поэтому я ее пока уберу. Мы с ней отдельно разберемся. И когда будем видос про AirPods снимать, там про все это расскажем. Как это покупать, выбирать и так далее. А пока я не верю. Это просто пи***ц. Это самый плохой звук, который я слышал за годы вообще. Ну это, 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 это пи***ц просто. Нет вообще цензурных слов. Это просто, просто. Ты знаешь, как будто наушники играют в соседней комнате. Так, ладно. Я перезашел под свою учет к Apple ID, где оплачена Apple Музыка. Может быть действительно что-то с Яндекс.Музыкой. Хотя очень странно. Ну давай, поехали. Просто, блин, 400 долларов. Самое смешное, что мы их добыли за какие-то вообще неразумные деньги. Банк Кандолфсон. What the fuck? Хорошо, что на студии Велсаком ты вот взор бросил и нашел Link Buds S от Sony. Новейшая реинкарнация. Собственно, у них отличные тысячные версии. Уже в пятом поколении у нас есть отдельный видос. А вот с True Wireless версиями у них тоже было всегда не слава богу. Вот как будто бы они сейчас обновили эту линейку. Она стала, смотри, наряднее. Кейс, правда, пластиковый такой, soft-touch. Но они очень маленькие, очень легкие, кайфовые. Ты вставляешь, вот совсем другое дело. Зашли как к себе домой. Включите мне шеи китов, пожалуйста. Ну вот это, ну как бы не идеально и, понятно, дело. Ну то есть там чувствуются басы, там есть глубина. Там прям, ну нормально то, что ты ожидаешь от, блин, вот такого типа продукта. Hello. Только что играли оба. Ну смотри, он определяет в приложении левый-правый. Но я прям уверен, что сейчас будет играть только левый. Нет, играют оба. Что-то они, короче, не завелись сразу. Один и другое дело. Почему-то с третьего подключения они наконец-то начали играть нормально. Давайте, кстати, вернемся в Яндекс.Музыку, чтобы мы поняли, что это не ее косяк. Да. То есть это была проблема исключительно наушников, ни в коем случае не приложения. И вы знаете, играют уже, появились басы. Я не знаю, что было реально, как будто, знаешь, они работали на там 20% от своих возможностей. Но шумодав абсолютно не явный. То есть вообще никакой разницы. То есть ты включаешь режим прозрачность, шумодав, как будто вообще ничего не меняется. Они все-таки достаточно массивные. То есть дизайн у них специфический. Они неплохо держатся в ухе, но не восторг. И стоят 400 баксов там. Здесь вообще хрен добудешь. И вы знаете, нет ни одной причины покупать эти наушники вообще. Хотите что-нибудь приколдесное, возьмите Sony. Хотите проверенное временем, возьмите, я не знаю, AirPods, Pro или 3. Они как будто даже получше звучат. Если хотите вообще дико угореть, есть там девиолеты какие-нибудь, да, вот эти вот безумные те же с ракет стоят. Берешь и улетаешь вообще в космос. Надо, кстати, их затестить, если хотите, напишите в комментах. У нас, оказывается, есть девиолет. Вот такой вот слайдер. Прикинь, так открываешь. Вообще мата на стиле. Называется Gemini. Стоят еб***ься. Хочется попробовать. Ну, потому что я, на самом деле, давно на них смотрю. Облизываюсь такой, думаю, хммм. Ну, после той адской колонки за 500 тысяч ребята завоевали мое доверие. Вот интересно. Вот я всю жизнь думал, что Bang & Dawson, мать твою за ногу. Это прямо пушка-вершина. Смогут ли эти ребята меня в этом переубедить? В том, что AirPods не лучшее решение на рынке. Просто подключил по Bluetooth, даже не стал никакое приложение ставить. Воткнул. Громкость вот так. Но... Ну, неплохо. Но не лучше AirPods Pro, понимаешь? Не лучше даже каких-нибудь Huawei или Xiaomi, про которых мы рассказывали. Как будто вот в этом форм-факторе чудо не может произойти. Как бы там все не изгалялись, один хрен плюс-минус. Но басы, хорошие, какая-то сцена чувствуется. Но это очень дорогие наушники. И как будто бы столько за них платить не хочется. Короче, если у тебя iPhone, как были AirPods'ы must have, так и ничего не изменилось. Хоть ты тресни. Короче, Bang & Dawson подвел. Я, честно говоря, давно так не обламывался. То есть, тут прям продукт, который вообще ни в коем случае я вам не рекомендую. Это хорошие наушники. Просто они, во-первых, а, не стоят 400 долларов. И, б, ну, у них явно какие-то проблемы с прошивкой, софтом и так далее. То есть, это просто, ну, недопилено. Поэтому не рекомендую. Короче, AirPods'ы, несмотря на то, что уже 4 года на рынке прошки, как были must have, так, блин, и остаются. Что ты будешь делать? Apple, отдуплитесь и дайте нам уже второе поколение. Вот такой вердикт у этого видоса. Хотел их разыграть, честно вам скажу. Но теперь не хочу. Не потому, что мне жалко, а потому, что это плохой продукт. Мне просто стыдно будет его вам дарить. Представляешь, да что дожили? Подписывайтесь на канал в любом случае, ставьте лайки и совсем скоро увидимся. Пока.